Друзья, всем привет! На днях мы говорили о Poco M3. Выясняли, достойная ли эта покупка в своём бюджете. И для объективности давайте сравним его с весьма старым, но всё ещё актуальным смартфоном, моделью Redmi Note 8T. Она же Redmi Note 8 с NFC. Попробуем разобраться, лучше ли Poco M3 старичка от Xiaomi. Или Note 8 вообще способен уделать новинку. Давайте выяснять. Комплектация идентична. Кабели Type-C, блоки питания на 18 ватт. Точнее у Poco он на 22,5, но берёт он 18. И силиконовые чехлы. По внешнему виду скажу так. Оба смотрятся довольно привлекательно. Redmi спереди и сзади прикрыт пятой гориллы. У Poco спереди горилла третья, а сзади пластик под кожу. Рама и там и там пластиковая. В целом, со спины телефоны вряд ли назовёшь похожими. Poco посвежее с точки зрения дизайна. Но и Redmi вполне хорошо выглядит. Дёшево точно не смотрится. Спереди же у обоих каплевидный вырез. И довольно массивная нижняя кромка. У 8T рамки слегка толще. Плюс у Note 8T особенно велика нижняя кромка. И она толще, чем у Note 8, у которого та сравнима с Poco M3. Ещё бы надпись Redmi убрать. По удобству хвата ощущения схожие. Note 8T чуть уже и тоньше. По весу они равны. Наверное, пользоваться Redmi чуть-чуть комфортнее из-за меньших габаритов. Но разница невелика. С обоими можно управиться и одной рукой. И данный момент я считаю плюсом. Разъёмы все на месте. Миниджек, ИК-порт и Type-C для зарядки. А вот светодиод уведомлений есть только на Note 8. На Т-шке и на Poco его нет. Минус. Сканер отпечатка пальцев на Poco встроен в клавишу питания. На Note он по старинке на спинке. Но работа его мне понравилась больше именно на Redmi. Poco разблокируется как-то заторможенно. И не всегда с первого раза. Раньше я грешил именно на оболочку. Но возможно, что и сам сканер распознаёт палец не всегда. Что по экранам? Хотел бы я сказать, что разницы нет. Вроде как и там и там IPS, 60 Гц и Full HD+. Но нет. Разница есть. Минимальная яркость чуть ниже на Note 8T. 0.3 против 0.5 кандел на метр квадратный. Но это ладно. Основная разница в максимальной яркости. И она ну просто колоссальная. Причём, что в ручном режиме. Что при включённой автояркости на ярком свету. Показатели отличаются в разы. Poco M3 на солнце пользоваться гораздо менее комфортно. Зато тут лучше внешние динамики. У Note 8T динамик один. Он реально громкий, хоть и средний по качеству. Для своего класса он хорош. Но против стерео не попрёшь. Poco M3 впереди. В наушниках же всё в порядке. Запас по громкости есть. В общем, на уровне. По железу между аппаратами отличий немного. Snapdragon 665 у Redmi против 662 у Poco. Adreno 610. Память UFS 2.1 или 2.2 у M3, в зависимости от версий. И EMC 5.1 у Redmi. Память на Poco и правда пошустрее, чем на Redmi Note 8T. И там и там тройной слот под карты памяти и microSD. Это, конечно же, плюс. А вот влагозащиты смартфоны не имеют. В стресс-тесте Poco проявляет себя лучше. Плавное падение производительности без резких скачков. Ноут проседает сильнее. Хотя среднее значение отличается не сильно. В Antutu же показатели схожие. Выделять кого-либо в целом не стоит. В играх это подтверждается. В танке что на Poco M3, что на Note лучше играть на средних настройках. На высоких просадки великоваты. FPS опускается ниже 30 кадров. Лучше снизить графику. Shadowgun Legends та же история. Никаких максимальных настроек. Но на средних поиграть вполне получится. В общем, для своего сегмента нормальная производительность. Но это если не касаться работы интерфейса. Poco M3 вообще страх. Мне иногда хотелось его буквально в стену кинуть. Настолько раздражал он меня своими подлагиваниями. Note 8T недалеко ушел. Работает он получше, но MIUI 12, слабое железо, в целом противопоказано. Так что тут только смириться и терпеть. Сейчас хожу с флагманским Sony Xperia 5 Mark II. Телефон ракета. И после этих двух товарищей прямо чистое удовольствие. Разница в классе тут просто пропасть, конечно. По автономности Poco M3 явно впереди. Что неудивительно. 6000 мАч против 4000. При одинаковом железе и дисплее. Redmi тоже неплох. В районе 7-8 часов экрана на одной зарядке получается. Вопросов у меня нет. Но Poco дает и 9 и 10 часов. Так что тут без вариантов. Ну а заряжается Note 8T предсказуемо быстрее. 88% против 54 за час. Разница в емкости в полтора раза, конечно, дает о себе знать при равной мощности зарядки. Камера. Вот тут я ожидал меньше разницы. Но по факту Redmi Note 8T уделал конкурентов пух и прах. Во-первых, тут есть ширик. В Poco его зажали. Это уже является немалым недостатком. Во-вторых, само качество фото на Note определенно лучше. Цвета тут естественнее. Детализация средненькая у обоих. Но Redmi точно снимает нормально за свои деньги. А вот Poco мне прямо не понравился. Может обновлений надо дождаться. Но пока он серьезно уступает даже старому Redmi. Причем и при недостатке света разница тоже есть. Хоть и меньше. Детализация на Poco снова хромает. В авторежиме он проигрывает оппоненту. В ночном все схоже. Но тем не менее, Note 8T и тут немного впереди. Камера у него лучше. Это факт. Плюс Poco M3 полностью проваливается по видеосъемке. Максимум 1080p 30 кадров без стабилизации. В 60 фпс снимать вообще нельзя. У Note 8T в 1080p есть цифровой стаб. Плюс можно снимать в 4К 30 кадров и 1080p 60 фпс. Правда, без стабилизации. Касаемо беспроводных интерфейсов, отмечу уверенный прием 4G+, но на Poco скорость приема выше. Зато Note 8T имеет NFC, которого лишен Note 8 и Poco M3. Это, конечно, является весомым плюсом тэшки. Цены. 12 тысяч за Poco M3 в варианте 4.64. За 4.128 просят от 13.5 тысяч. Note 8, который без NFC, стоит на тысячу дороже. От 13 и от 14.5 тысяч. Note 8T 4.64 стартует с 15 тысяч. Но предложений, на удивление, очень мало, а вариант 4.128 вообще не найти. Очень странно. Восьмерка продается без проблем. И если по ценам в России все более-менее вровень, то вот если посмотреть на стоимость в Китае, Poco вне конкуренции. 130 и 150 долларов в зависимости от версии. Это 9.5 и 11 тысяч. Note 8T на Али почти невозможно найти, только по неадекватной цене. А Note 8 стоит 160-170 долларов. Прилично дороже. И у него тоже нет NFC. Так что как бы мне не нравился Note 8T, а мне он, наверное, показался даже интереснее, чем Poco M3, могу сказать, что время его ушло. Если у вас восьмерка или 8T, даже не думайте менять его на Poco. Редмик еще вполне актуален. Но цена есть цена. Да, у Poco нет NFC, низкая яркость дисплея, плохая камера и тормозной интерфейс. Я не испытал никакого удовольствия от использования данного смартфона. Но за 9.5 тысяч я вообще с трудом могу подобрать ему оппонента. Так что остается надеяться на обновления прошивки, которые смогут улучшить работу интерфейса и камеры. Как-то так. А какой из этих аппаратов вам нравится больше. А еще обязательно напишите, с каким смартфоном можно сравнить Poco M3. Можете также посмотреть сравнение Poco X3 и Samsung M51. Или тест Pixel 5 против OnePlus 8 Pro. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!